18 марта в Москве открылся Международный экономический форум государств-участников Содружества независимых государств. 20 лет вместе, опыт сотрудничества и перспективы. В мероприятии, организованном Исполнительным комитетом Содружества независимых государств и Деловым центром экономического развития Содружества, приняли участие крупные бизнесмены, представители исполнительных и законодательных властей, а также представители экспертного сообщества. Открывая мероприятия, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев подвел некоторые итоги развития стран Содружества за последние годы. Реализация плана совместных антикризисных мер государств-участников СНГ, а также меры, которые были приняты на национальном уровне, позволили преодолеть острую фазу кризиса и остановить рецессию. Рост ВВП в среднем по Содружеству в 2010 году составил 4,5%, промышленное производство 8,7%, инвестиции в основной капитал возросли на 5,5%, грузовые перевозки на 8,9%, внешнеторговый оборот вырос на 31%, в том числе взаимная торговля на 29%. Цифры говорят сами за себя. На форуме обсуждалась стратегия экономического развития СНГ на период до 2020 года и Миргосударственная программа инновационного сотрудничества СНГ. Особенно много внимания было уделено обсуждению договора о зоне свободной торговли, результатов функционирования таможенного союза и перспектив создания единого экономического пространства. 2010 год для российского председательства был непростым. Поставленная задача о подготовке соглашения о зоне свободной торговли нам казалась достижима в 2010 году. Первоначально наши планы были выйти на подписание соглашения к концу года. Однако все те сложности, с которыми мы столкнулись, нам стало понятно, что это механизм очень сложный. Согласование процедур и сути этого договора проходило очень сложно. Мы слышали позицию многих государств о том, что зона свободной торговли должна быть образована на пространстве СНГ без каких-либо изъятий. И мы переживали сложный процесс осознавания, как же зона свободной торговли в СНГ будет совмещаться с формированием таможенного союза, а затем и единого экономического пространства между Россией, Казахстаном и Белоруссией. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы зона свободной торговли в СНГ существовала без каких-либо изъятий. Но, когда мы стали работать по подготовке этого соглашения, выяснилось, что у государств, входящих в СНГ, существует большое количество своих собственных соглашений, двухсторонних соглашений с другими государствами, не входящими в СНГ, а зоне свободной торговли. При этом некоторые государства, входящие в СНГ, являются уже членами Всемирной торговой организации, и эти государства согласовали для себя при вступлении в СНГ в ВТО совершенно другой уровень возможной тарифно-таможенной защиты, нежели в настоящий момент действует единый таможенный тариф на единой таможенной территории трёх государств. Таким образом, если это всё перевести на простой язык, что может произойти? Государства, не входящие в таможенный союз и заключающие соглашения о зоне свободной торговли с третьими государствами, и при низких таможенных ставках для отдельных категорий товаров, в том числе для чувствительных товаров для нашей тройки, мы без того, чтобы контролировать потоки, товарные потоки на своих границах, а у нас не со всеми государствами есть такая возможность, может получиться следующее. На бумаге созданный таможенный союз и фактически сейчас реализующий свою уже политику, как таможенный союз, торгово-экономическую политику, может в какой-то момент оказаться в ситуации, когда товар, от которых должен защищаться, получит в полном объёме на своей единой таможенной территории и ничего не сможет этому противопоставить, кроме как начать обустройство надлежащей границы, таможенной границы, для того, чтобы себя отгородить от этих потоков таких товаров. И здесь нам тогда необходимо с вами договориться о новых механизмах обсуждения таких вопросов и новых механизмах взаимодействия. Раньше этого не было, этого раньше не было и в Еврозес, и этого раньше не было в СНГ, но теперь, когда Российская Федерация заканчивает свои переговоры по вступлению во Всемирную торговую организацию, практически завершает эти переговоры и Республика Казахстан, и при том, повторяюсь, что некоторые государства СНГ уже являются членами ВТО, нам надо понимать, как защищать свои национально-экономические интересы и при этом, как способствовать интеграционным процессам и развитию взаимной торговли. Также, коллеги, я бы хотел вас проинформировать о том, что мы считаем, что все основные этапы формирования таможенного союза, о которых мы договаривались два с половиной года назад, завершены к первому июля. Это было подтверждено сейчас в Минске, на Межгоссовете, на уровне главправительств. Все контрольные функции, которые существуют между Россией и Казахстаном, российско-казахстанская граница, выходит на внешний контур. Мы согласовали все оставшиеся вопросы, и вся единая таможенная территория с полным набором контрольной функции по внешнему периметру начинает функционировать с 1 июля. Нормативно-правовая база существует, и фактически мы при помощи национальных правительств и при той поддержке, которую мы оказываем комиссии таможенного союза, мы этот механизм в целом запустили. В настоящий момент соглашение Евразеса, соглашение таможенного союза, которое формирует и таможенный союз, и единое экономическое пространство, это порядка 105 соглашений. Иногда нормы этих соглашений пересекаются, перекликаются, достаточно сложно пользоваться этими документами. И на уровне главправительств была поставлена задача о необходимости начала кодификации и систематизации нормативной базы. Мы эту работу начнем в апреле месяце, и кодификация и систематизация законодательства должна будет произойти вместе с оформлением договора о формировании Евразийского экономического союза. Мы думаем, что это возможно сделать в 2012 году, и все те договоры, которые формируют сейчас единое экономическое пространство и таможенный союз, будут инкорпорированы в новый договор, который будет не отменять наши ранее достигнутые договоренности, а скорее их систематизировать и обновлять. Мы договорились о том, что будет сформирован к 1 января 2012 года полноформатный профессиональный суд Евразес. Вы знаете, что суд этот был образован соответствующими конвенциями, но он не существует. Эту функцию выполняет экономический суд СНГ. И мы в рамках тройки договорились, что, безусловно, проведем все необходимые мероприятия для того, чтобы этот судебный орган, которому, кстати, теперь передаются полномочия по разрешению даже хозяйственных споров. Это важная совершенно новая веха в наших отношениях, в наших отношениях интеграции. Было сложно договориться, но на уровне Евразес конвенция была согласована. Документ этот подписан. И в Минске, поскольку конвенция предусмотрена, что этот суд будет базироваться в Минске, в Минске будет начинать работать этот суд с 1 января 2012 года. Главное условие успешной реализации намеченных целей – это перейти от слов к делу. Первоочередным шагом видится подписание договора о зоне свободной торговли в намеченные сроки. Тем самым мы завершим 17-летний процесс договорно-правового оформления зоны свободной торговли. Заключение такого договора имеет определяющее значение для наших стран, поскольку тем самым будут созданы необходимые и достаточные условия для активизации интеграционных процессов в рамках всего Содружества. Среди других тем повестки – предложение председательствующего в СНГ в 2011 году Таджикистана в сфере экономической интеграции, вопрос о содействии установлению взаимовыгодных деловых контактов между представителями бизнес-сообщества стран Содружества, а также содействие изобретателям, разработчикам и производителям высокотехнологичной продукции в освоении российского и зарубежных рынков. На современном этапе развития необходимо сформировать разумные ожидания от СНГ. Для этого необходимо исходить из ряда обстоятельств и факторов. Во-первых, применительно к сегодняшнему дню можно констатировать, что Содружество – это площадка, на которой проходят разноформатные и разноскоростные интеграционные процессы. Это объективно. Новые объединения создают для остальных государств-участников возможность выбора скорости и формата интеграции. Во-вторых, сегодня каждый из государств-участников решает глобальные задачи модернизации экономики своей страны и усиление ее инновационного компонента, обеспечение продовольственной безопасности, максимально эффективного использования транспортных и энергетических потенциалов государств. Не обошли стороной участники форума и 20-летний юбилей создания Содружества независимых государств. В своих выступлениях они отметили ту роль, которую сыграла организация в развитии страны за последние годы и озвучили свои ожидания от сотрудничества в рамках Содружества. Кроме того, в рамках форума состоялась церемония награждения лауреатов конкурсов «Лидер бизнеса СНГ» и «Лидер экономической интеграции СНГ». Вместе с тем, форум стал местом проведения выставки инновационных проектов «Идеологовые площадки развития делового климата в СНГ. Презентация возможностей», где участники форума смогли ознакомиться с перспективными проектами, обменяться мнениями с представителями органов исполнительной власти и бизнеса относительно дальнейшего расширения делового сотрудничества. Завершился форум принятием итогового документа, который будет передан высшие органы законодательной и исполнительной власти стран Содружества в качестве аналитической и рекомендательной информации.